3-9 августа 1945 года советские войска начали артиллерийскую подготовку с моря и с суши, после которой последовали активные наземные боевые действия манчжурской операции. Укрепленные районы японцев обходились подвижными частями и блокировались пехотой. Из Монголии через Хинганские горы в центр Манчжурии наступала 6-я гвардейская танковая армия генерала Кравченко. К 17 августа она продвинулась на несколько сот километров и до столицы Манчжурии города Синьцзиня оставалось около 150 километров. Первый дальневосточный фронт к этому времени сломил сопротивление японцев на востоке Манчжурии, заняв крупнейший город в том регионе – Муданьцзян. В ряде районов в глубине обороны советским войскам пришлось преодолевать ожесточенное сопротивление врага. В полосе 5-й армии с особой силой оно было оказано в районе Муданьцзян. Имелись случаи упорного сопротивления противника в полосах Забайкальского и 2-го дальневосточного фронтов. Японская армия предпринимала и неоднократные ожесточенные контратаки. 19 августа 1945 года в Мудэне советские войска взяли в плен императора Манчжоуго Пу-И. 14 августа японское командование обратилось с предложением о заключении перемирия, но практически военные действия с японской стороны не прекращались. Лишь через три дня Квантунская армия получила приказ своего командования о капитуляции, которая началась 20 августа. Но и он не сразу и не везде был исполнен. Особое место занимало проведение крупных десантных операций. 18 августа началась Курильская десантная операция, в ходе которой советские войска заняли Курильские острова. Южно-Сахалинская сукопутная операция была проведена для захвата южной части острова Сахалин. В Северной Корее были осуществлены также три тактические десантные операции. Сейсинская, операция в юге, Росинская. 18 августа главнокомандующий советскими войсками на Дальнем Востоке, маршал Василевский отдал приказ об оккупации японского острова Хоккайдо силами двух стрелковых дивизий. Эта высадка не была осуществлена из-за задержки продвижения советских войск в Южном Сахалине, а также отложена до указаний Ставки. Основные боевые действия на 12 дней по 20 августа. Однако отдельные боестолкновения продолжались вплоть до 10 сентября, ставшего днем капитуляции и пленения Квантунской армии. Боевые действия на островах полностью закончились 5 сентября. Акт о капитуляции Японии был подписан 2 сентября 1945 года на борту линкоров военно-морского флота США в Миссури в Токийском заливе. В результате военной кампании, проведенной советскими вооруженными силами, была полностью разгромлена Квантунская армия. По советским данным, ее потери убитыми составили 84 человека, взятыми в плен около 600 тысяч. Безвозвратные потери Красной армии составили 12 тысяч человек. За отличия в боях в составе 1-го Дальневосточного фронта, 16 соединений и частей получили почетное наименование «Уссурийские», 19 – «Харбинские», 149 награждены различными орденами. В результате войны Советский Союз вернул в свой состав территории, утраченной Российской империей в 1905 году по итогам Порсумского мира, а также ранее уступленную Японии в 1875 году основную группу Курильских островов и закрепленную за Японией Семотским договором 1855 года южную часть Курил.